Краснокамский район, которому 90 лет, в нем достаточно большую территорию охватывает музяковское сельское поселение. В него входит село Музяк, деревня Ишметьево, Иллистанбетово, Калтаево, Корякино, Воробьево, деревня Зубовка. Когда-то здесь процветали и так же деревни, как хутор Льва Толстого, Сорокино, Масляный мыс, Дубники, Буйтамак. Издавна здесь проживали добрые, жизнерадостные, талантливые, трудолюбивые люди. Через музяковское сельское поселение проходит большой транспортный поток. С 1962 года здесь культируют пассажирские и грузовые поезда. Направляясь в Идмуртскую республику, дежурный переезд преодолевают автомобили. Многие местные жители принимали участие в строительстве железной дороги. Одна из них – Пазеля Еликбаева. Пенсионерка из деревни Воробьево проработала в этой отрасли 47 лет. В 59-м году устроилась, железную дорогу строиться только начало было, да? Молоток, кувалда, лапа, подлапник, целый ящик грузим и поедем 5 километров, такой Мадерон, по линии только, по рельсу, это ящик, и мы поедем 5 километров, работали туда, пешком ходили. Вот только они так жили. Мороз, когда мороз, стоим, летом дождь жар, а зимой холодно, дружим, кушать нечего-то. Под мышкой только им кусок хлеб, сало, лук. Хлеб не застынет, пока здесь надо. Есть в сельском поселении дом с более чем вековой историей – усадьба купца Кыштымова. Раньше она находилась в исчезнувшей деревне Масляный мыс. Однако в годы революции семья торговца съехала, потом там располагался сельсовет, почта, начальная школа. А в 1985 году здание перевезли в музяк, и теперь это жилой дом. По словам местных жителей, их территория богата на исторические события. На реке Амзинка, которая здесь протекает, были кровопролитные бои. С войска Салавата встретились с 2000-м войском капитана Штерича. И дальше через наши деревни проходила Чапаевская дивизия. Там на высоте были белые, а здесь деревни были красные. И вокруг тоже были бои. И поэтому в деревне Мыс, как раз я говорила, есть памятник красноармейцам. К слову, купец Кыштымов был владельцем лесов в округе. Сейчас в его бывших угодьях сельчане молятся и проводят обряды. В этом году жители деревни Листанбетова должны были принимать гостей традиционного марийского праздника Симык. Симык – это такой праздник. До обеда мы встречаем, ожидаем, угощаем наших усопших в мир иной родных. А после обеда все собираемся на этом месте, играем, танцуем, поем, пляшем. Мы готовились, старались, ждали гостей со всех наших районов, из других стран, из Финляндии, из Эстонии должны были приехать. Но мы надеемся, что эта болезнь остается позади. И мы в будущем году встретим наших дорогих, уважаемых гостей. На Марийской Троице принято угощать гостей. По традиции местные жители готовят национальные блюда. Несмотря на свои 89 лет, Мария Шипаева до сих пор блины делает в печи. Как правило, ее столы ломятся от количества лакомств и хочется попробовать абсолютно все. Утром встала, печку топила, блины испекла. Скотину не держу, только курицы. Куриц накормила, оделась и сюда пришла. На столе морейские блюда, тушь, мела, блины, яйца. В огороде она растет, помидоры, огурцы. Известен праздник и выставка работ мастеров-умельцев. Один из них – Ликандр Александров. Мужчина с 12 лет занимается старинным ремеслом – плетением лаптей. В эти изделия обуты не только самодетельные артисты Башкортостана. Его работы дошли и до Финляндии. Мне всем было ходить, нужно было лапчей. В школу ходили лапчей. Я сейчас изготовляю по заказу только. Для артистов, для музея оставляю я. Чтобы дети видели, в чем ходили, как жили раньше. Чтобы сейчас таких лапчей не носили. Отмечают жители православные праздники. Так в деревне Воробьево установили поклонный крест. В этом году на его месте должно было начаться строительство храма. Спонсором выступил уроженец деревни Михаил Лихачев. Он же построил здесь детскую площадку и мемориал павшим воинам. Благодарные жители отлили колокол с его именем. И надеются, что вскоре он украсит колокольню храма архангела Михаила. Тут когда-то раньше жили Макрушины. У них дед был боговерующий. Он читал книги, Библию. Потом они уехали. Это место получается намоленное. И потом решили, чтобы наш деревенский житель Лихачев Михаил Александрович, он решил нам сделать подарок для деревни. И вот церковь решил сделать. Пока поставили поклонный крест. А дальше, ввиду этой эпидемии, пока остановилось. В Карякино гостей встречают русскими народными песнями. Здесь, в недавно отремонтированном клубе, уже начал репетиции вокальный ансамбль «Подруженьки». Аккомпанирует им талантливый гармонист Михаил Ершов. Коллектив образовался не так давно. В его состав входят жители деревень Зубовка, Воробьева и Карякино. День моя, невязная дальняя, Смотрю на тебя я, прикрывшись рукой. Эти две, три деревни, ну как-то давно уже дружат между собой. В гости друг друга ходили. Там на рыбалку у нас речка. Собирались у речки там. И вот пели зачастую. Ну как-то так спонтанно образовался ансамбль. Мы зачастую поем именно песни, любимые песни наших родителей, наших бабушек даже пытаемся вот именно те восстановить еще песни. Жители помнят о прошлом, но не забывают и о будущем. В этом году в Музяке начались работы по реконструкции системы водоснабжения в рамках программы комплексного развития сельских территорий. Уже проложили более 6,5 километров водовода на улицах Центральная, Молодежная и Полевая. Два этих будет артезианские скважины. Одна основная, одна резервная. Потом водонапорная башня будет по 50 кубов. Две штуки они будут стоять. Уже фундамент залили. Станция обеззараживания будет. Там мультифиолетом будет все ощущаться. Там эти тоже фундаменты готовы. У нас на два года объект. Поэтому воду, наверное, на следующий год будем давать. Все это земляные работы хотим закончить в этом году. Музиаковское сельское поселение растет и развивается. Как неповторима каждая деревня, так и неповторимы люди, живущие в них. Но объединяет их одно – стремление прожить достойную жизнь и оставить после себя яркий след. Анастасия Тимирбаева, Олег Гесмениханов, информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова